Вау, девчонки! Я столько мармеладных глаз никогда не видела. Жаль, только Эмми достался всего один. Ну не расстраивайся, я уверена, он будет самым вкусным. Нечего надо мной смеяться, ботанша. Ох, злюка! Ну ничего, я проучу Эмму, у меня есть идеи для крутого пранка. Сейчас немного загримируемся, кетчуп на месте, а теперь приложим мармеладный глаз. Эй, Эмма, у меня проблема! Глаз выпал! Какой кошмар, это твой глаз! Убери, убери немедленно! Девочки, я не могу дышать, помогите! Есть только один проверенный способ, и он сработал. Мои любимые хлопушки, я готова есть их круглые сутки. Мамочки мои, это что, глаз? Да уж, девчонки, это было весело, но больше так не пранкуйте. Эмма, скорее же ешь свой мармеладный глаз. О, да, он просто нереально вкусный. Кто там дальше? Лили? Без проблем, у меня их целых десять. Интересно, а сколько сможет поместиться в мой рот? Ой, вы только посмотрите, какая у меня забавная мордашка! И я съела все десять за раз! Фиби, теперь ты! Наконец-то, а то меня уже заждались мои сто мармеладных глаз! Извините, но я все съела! Ой, что это? Откуда у меня появляются дополнительные глаза? На этот раз меньше всего повезло Лили. У нее всего один батончик, но он такой же вкусный, как и у всех остальных. Ничего себе, вот это зверский аппетит! А можно поосторожнее? Не отвлекай меня. О, ко мне пришла идея, как съесть мой твикс. И для этого мне понадобится бензопила. Мне ее, между прочим, папа на день рождения подарил. Правда, крутая? Сейчас распилю свой твикс на маленькие кусочки, которые я смогу долго-долго есть. Готово. Ой, девчонки, простите. Ну ладно, мне надо скорее есть, пока не растаяло. Как же вкусно! И нечего на меня так смотреть. Давайте ешьте. Да без проблем. Мне досталось десять твиксов, и это мои самые любимые шоколадки. Упаковку долой, и я готова полакомиться. О да, как же это вкусно! Пальчики оближешь. Погодите, у меня появилась идея. Смотрите, что у меня есть. Молоко. Ой, снова в тебя попали. Так ты голову убирай. Так вот, я хочу растворить батончики в молоке, чтобы получилось молоко со вкусом твикс. Вот это крутая идея! А то, теперь у меня есть шоколадное молоко и куча батончиков. Это просто идеальный обед. О да, как же это вкусно! Так, я в всем. Фиби, ты следующая. Наконец-то! Для начала сдуем всю упаковку. О, ко мне тоже пришла классная идея. Не поиграешь, не поешь. У меня папа строитель, и я вся в него. Я часто видела, как он строит очень высокие здания. И я тоже так хочу. Только мое здание будет сладким. Вы только посмотрите, какое оно высокое получается. Ну, настоящий небоскреб. Но я справлюсь. И еще пару твикс-кирпичиков, и готово. Девочки, вы что-то задумали? А Фиби вам разрешала? Фиби, тревога! На твое здание напали обжоры. Ох, вот оно и рухнуло. И я тоже падаю! О, нет, смотрите! Если махать руками, как птичка, то все равно упадешь! Долго еще лететь! Я уже устала! О, вижу землю! Ауч! Лили! Эмма! Приветики! Каска меня защитила! Ничего себе, целая стена из Принглс! А вот у Эммы маленькая чипсинка. Грустно, конечно. Эмма, ты должна ее очень красиво съесть. Удели ей побольше внимания и распробуй все нотки вкуса. Чтобы ее съесть, мне понадобятся лупа и пинцет. Хмм, эта чипсинка выглядит очень аппетитно. Попробуем. Вкуснятина. Фиби, продолжай. Ура! У меня целая упаковка Принглс, которую не так-то просто открыть. Так, мне нужен план. Знаю, эта пила мне точно поможет справиться. Ну вот, я же говорила. Все готовы увидеть экстремальное поедание? Погнали! Сейчас поймаю все чипсинки, ни одну не пропущу. Амп! И последнее. Класс! Ой, я, пожалуй, полежу. Да, с Фиби что-то не то. Ну ладно, я начну. У меня все-таки целых сто упаковок. Но справлюсь я быстро, будьте уверены. Какие же вкусные чипсы. Я не могу остановиться. Минус две пачки. Ой. И еще одна. А что если сразу две? Восторг! Тут становится опасно сидеть. О, точно. Каска – это прекрасное решение. Голова раскалывается. Да хватит! Эмма, почему Лили швыряется упаковками? Я знаю, как это остановить. Нужно разрушить эту стену. Погнали! О, нет, что происходит? Ауч, как больно! Девочки, я не могу подняться. Меня прибило чипсами. Эй ты, чипсинка, а ну-ка давай ко мне в рот. Ну вот. Брокколи? Какая гадость. Лили, тебе досталась самая маленькая порция. Повезло. Ну что, начинай. На вкус она ужасная. Погодите. Я знаю, что делать. Мне нужно закопать семечку. Ну, точнее, посадить. Возможно, у меня вырастет красивое дерево. Лили, будь аккуратнее. Ты же сейчас закопаешь Эмму и Фиби. Ну хорошо, давай посмотрим, что ты там вырастешь. И сколько нужно ждать? Долго? Деревья обычно долго растут. Да. Садовод из тебя так себе. Фиби, может, пока мы ждем, ты продолжишь? Если честно, то совсем не хочется. Я ненавижу брокколи. Оно такое вонючее. Кто вообще его ест? Мне как-то не по себе. Надо запить чем-то вкусным. Точно. Я же совсем забыла, что землю нужно полить. Вот тогда дерево и вырастет. Вот сейчас получится. Ой, что-то происходит. Девочки, мне страшно. Вау, смотрите. У меня получилось. И теперь тебе надо это съесть. Вот блин, за что? О, и зачем только я вырастила такую огромную порцию? Нечего смеяться. У тебя все равно побольше будет. Ну вот, испортила все настроение. Ой, девочки, смотрите, что там. Это же настоящий единорог. Какой еще единорог? Что? Эмма, ты жулик. И сейчас мы тебя проучим. Давай, давай, кидай, кидай. Я все ловлю. Ну что, девочки, вот я со своей порцией исправилась. Было круто. Эмма, дорогая, ты тут немного обронила. Но я собрала. Держи, угощайся. Да, кажется, от судьбы не уйдешь. Ужас. Я решила, что хочу пончики. Эннид готова. Вэнсдей тоже. И бабушка уже приступает. Тесто я уже приготовила. Сейчас выложим его в корму и приготовим вкусные пончики. Закрываем и ждем. Так, а мне нужно приготовить классное тесто для пончиков. Делаем горку из муки, разбиваем яйцо, а теперь замешиваем. Формируем круглый пончик и отправляем в горячее масло. Ждем приготовления. Теперь моя очередь приготовить пончики. Заливаем в аппарат мое черное, как моя душа, тесто. И вот они уже готовы. Осталось придумать ужаснейший дизайн. А мне нужно присыпать мои пончики сахарной пудрой. Так они будут и пышные, и сладкие. Ну что, пора доставать пончики из масла. Поливаю сладкой цветной глазурью и посыпаю цветной посыпкой. Открывайся, жену. Ай! Идем дальше. Это еще что такое? Сейчас я быстро справлюсь с этой картошкой. Приготовлю быстрее и вкуснее всех. Бабуль, помоги, пожалуйста. Ой, тяни, тяни. Фух. О, спасибо, бабуль. Сейчас нарежем картошечку на маленькие кусочки и покрасим в радужный цвет. Красота. Пора закидывать масло. Ого, уже приготовилась. Выложу на тарелку в виде радуги. Ким точно оценит. Я такая молодец. Бабуля, как тебе моя картошка? Превосходно. Моя картошка тоже уже готова. Сейчас попробуем. Ну или не будем. Пересыпаем в форму и добавляем кетчуп. Вот так. Бабуля тоже уже все приготовила. Большое спасибо. А что там у Венздей? Почти закончила. Мне нужно переложить картошку на тарелку и покрасить в черный цвет. Ужасная картошка готова. Эннет, Эннет, ну успокойся. Давайте лучше отдадим картошку фри на дегустацию. Ого, как много разной картошки. Радужная выглядит так мило. Сейчас оценим ее на вкус. Ой, ну какая же она забавная. Попробуем. Ну, неплохо, но я ожидала большего. А что там дальше? Эта картошка вроде как обычная. Пробуем. Вау, как вкусно. Ну и, наконец, черная картошка от Венздей. Ой, какая гадость. Самая вкусная картошка получилась у бабули. Она и побеждает. Бабуль, не спи. Я уже закончила рисунок. Я хочу пасту. Приготовите? Да. Ну, конечно. Отправляю спагетти в кастрюлю вариться. А я сделаю свои спагетти сама. Ой, как чихнуть хочется. Пчи! Ой. Все в муке? Простите, я не хотела. Так вот, делаем горку из муки и разбиваем два яйца. Но перед этим можно немного пожонглировать. В общем-то и одного хватит. Замешиваем тесто. Красота. Теперь раскатываем из него парочку равных кругляшков. А теперь самое интересное. Окрашивание. Далее пропускаем через специальный аппарат каждый кусочек и моя радужная лапша готова. Отправляем варить. А у меня уже все сварилось. Перекладываем на тарелку. Ой, ничего не вижу. Зрение-то куда пропало так резко? Ох уж эта старость. Это же кетчуп, да? Бабуль, давай я помогу. Держи. Большое спасибо, Эннет. О, нет. Кажется, я неправильно держала бутылку. Я вся в кетчупе. О, зато зрение вернулось. Поливаем кетчупом и готово. Браво, бабуль. Вэнс, Дэй, а ты что приготовила? Мои спагетти тоже сварились. Перекладываем их на тарелку и красим. Вещь, краситель. Спасибо, мой верный слуга. Думаю, одной капельки хватит. Вещь. Неси следующий ингредиент. Благодарю. Добавляем пальцы ведьм на тарелку. Наливаем немного кетчупа и посыпаем кунжутом. Ой, как страшно. Моя лапша тоже готова. Я добавлю миленьких осьминожек из сосисок и можно подавать. Приятного аппетита. Мамочки, эти спагетти выглядят очень пугающе. Пальцы? Нет, не хочу. Лучше попробую вот эти. Вот это выглядит аппетитно. О, как вкусно. Идем дальше. Ой, радужная паста и милые осьминожки. Круто. Невероятно вкусно. Энни, ты выиграла. Правда? Большое спасибо. Я почти дорисовала. Вот, хочу какао. О, в этом я мастер. Проще простого. Пока вы болтаете, я уже начинаю готовить. Засыпаю в кастрюльку какао и выливаю молоко. Разогреваем, размешиваем и переливаем в кружку, которую подарила мне моя внученька. Готово. Класс. А я хочу сделать какао из шоколада. Он у меня цветной и невероятно вкусный. Отправляем шоколад в кастрюльку и плавим. А еще добавляем сахара, чтобы было сладко-сладко. Ну нет, много сахара это вредно. Ладно, бабуль, положу чуть-чуть. Вот видишь, совсем капельку. Моя умничка. Уже не смотрит? Засыпаем весь сахар, чтобы Ким оценила. Эннид, я отвернулась на секунду. Упс, на чем я там остановилась? Точно. Мне нужно добавить немного молока. Только вот бутылка никак не открывается. Ну же. Ай, ну что ж такое-то. Хорошо, что не все вылилось. Вроде бы должно хватить. Перемешиваем. Какая вкусная глазурь. Украшаем бокал, чтобы Ким точно было вкусно. Переливаем какао, а сверху добавляем взбитые сливки и кучу-кучу конфет. Готово. Ну как вам мой напиток? Как по мне, обалденный. Спасибо, бабуль. Вы такие милые, что даже противно. Я буду подавать какао в бокале черепе. Бабуля, как вам? Напугал? Значит, бокал отличный. Мне понадобится молоко, какао и немного крови. Ладно, шучу, это просто сироп. Теперь переливаем все в бокал. Да, выглядит жутко красиво. А сверху должна быть шапочка из черного крема и вкусная посыпка. У меня все готово. Батюшки мои, у нас все готово. Какое все интересное. Хочу начать с какао от Венздей. Оно такое же красное, как и мои волосы. Попробуем. А это точно от бабули. Волшебно. А этот радужный напиток точно от Эннет. Класс. Я решила, что побеждает сложный выбор. Побеждает Эннет. Интересно, что там. Ого, это же Хэппи Мил. Куриные лапки. Какая гадость. Картошка фри. Я ее обожаю. Какая же она вкусная. Просто пальчики оближешь. Интересно, а какой же будет вкус у картошки в сочетании с шоколадом? Я почему-то уверена, что будет классно. Попробуем. Да, великолепный вкус. Я, пожалуй, окуну целую пачку сразу. Супер, теперь у меня шоколадная картошка фри. Объеденье. Как некультурно. Уже закончилось? Жаль. Но это было шикарно. Как же здорово, что у меня есть еще бургер. Его я тоже обмакну в шоколад. Попробуем. Вот это да. Даже не думала, что это будет настолько вкусно. Невозможно оторваться. Вот же тебе повезло. А у меня отвратительные ножки. Да, и, кстати, тебе пора их попробовать. Ох, они хоть и противные, но забавные. И я кое-что придумала. Ой, как расслабляет. Что? О, нет. Убери эту гадость с моей головы. Вот фонтан. Давай уже ешь, а меня не трогай. Ладно, ничего не поделаешь. Придется попробовать. Надеюсь, шоколад хоть как-то улучшит их вкус. Ой, даже смотреть противно. Это было просто ужасно. Интересно, что же там у меня? О, нет, какая досада. А мне на этот раз повезло. Достался огромный чупа-чупс. Обмакну его в шоколад целиком. Карамель с шоколадом – это так здорово. Как же аппетитно. Не терпится попробовать. Чего-то не хватает. Знаю, конечно же, посыпки. Вот теперь другое дело. И выглядит здорово. И на вкус восхитительно. Сейчас пранкану подружку. Ой, смотри, что там. Ну, а теперь обильно польем вкусняшку лимоном. Ни одной же мне мучиться. Ничего там нет. Лучше я займусь своим чупа-чупсом. Ой, какая кислятина. Ну, знаешь, а ну-ка ешь свои лимоны. Ну вот, терпеть не могу кислое. Вся надежда только на шоколад. Надеюсь, он хоть как-то исправит ситуацию. Была не была. Ну вот, шоколад не помог. Они по-прежнему очень кислые. Главное не концентрироваться на ощущениях. Я почти справилась. Остался последний. А я доела свой чупа-чупс. Он был очень вкусный, а еще в нем была жвачка. Ой, а вот это весело получилось. А давай я первое открою. Ну-ка. Что? Ужасная рыба. Такой кошмар. А что у тебя? Покажи. Уверена, у меня будет вкусняшка. И да, интуиция меня не подвела. Какой аппетитный хот-дог. Даже не смотри в его сторону. И вообще тебя твоя рыба ждет. Но она же совсем сырая. И пахнет отвратительно. Да, запах и правда ужасный. О, у меня же есть прищепка. О, да, совсем другое дело. Я, конечно, обмакну ее в фонтан. Но рыба с шоколадом это то еще удовольствие. И что же мне правда нужно это попробовать? Мамочки, я кусаю эту гадость. Нет, легче съесть ее разом, чем по кусочку. Вот и все. Я справилась. А этот скелет мне не нужен. Мне кажется, или он летит прямо... Ай, в меня. Гадость. Ну и зачем ты это сделала? Прости, я не специально. Хорошо, что меня еще ждет хот-дог. Он быстро поднимет мне настроение. Обмакну его в фонтан и съем его целиком. Как ты свою рыбу. О, да, это просто невероятно вкусно. Никогда бы не подумала, что хот-дог с шоколадом так здорово сочетаются. Ой, как неприлично. Лучше бы я этого не видела. Давай я. Окей. О, нет. Опять лимон и устрицы. Устрицы с шоколадом звучат просто ужасно. А у тебя что? А у меня маршмеллоу. Класс. Идеальное сочетание. Маршмеллоу с шоколадом, да еще и с посыпкой. Вот это да. Повезло так повезло. Как аппетитно. Ну и вкус, конечно, невероятный. Мне бы тоже очень хотелось. Но уж нет. Ешь свои устрицы. Давай. А, какая гадость. Ладно, обмакну ее в шоколад и буду надеяться, что вкус у нее будет не такой ужасный, как в моей фантазии. Ужас. Это даже на вид отвратительно. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок. Не хочу тебя расстраивать, но ты еще не все съела. Вот уж спасибо, что напомнила. Засуну под фонтан сразу две. Хочу поскорее с этим покончить. Да. Больше гадости я, наверное, еще никогда не ела. Они просто отвратительные. Прям бяка-бяка-бяка. Ах, аж передергивает. Но я справилась. Ага, и я тоже. Барабанная дробь и... О, нет. Ну и за что мне очередная гадость? Это же лук. А у тебя что? Давай посмотрим. А у меня... Классные печенюшки с Эмом Дэмс. Ну, просто замечательно. О, они такие ароматные. Я готова начать. Возьму одну печенюшку и как следует искупаю ее в шоколаде. Божественно. Угости меня, пожалуйста. Нет, это исключено. Ешь свой лук, а я буду наслаждаться этим великолепным вкусом прекрасных печеней. Остановиться действительно невозможно. Теперь я возьму сразу две печеньки и обмакну их в шоколад. О да, вот это я называю двойное удовольствие. И даже маленьким кусочком не поделилась. Эх. Ладно, пора и мне браться за свой лук. Чем быстрее начну, тем быстрее это закончится. Ох, ну и запах. Нужно как следует искупать его в шоколаде, чтобы хотя бы запах перебить. А может я просто слежу с него шоколад и все? Нет, надо откусить. Как же отвратительно. Да, это действительно ужасно. Я сейчас буду плакать. Один момент. Вот, возьми салфетки да побольше. Держись. Спасибо, они очень кстати. Я тебя все равно одолею, противный лук. Не верится, что у меня получилось. Я все. Что с тобой? Ой-ой, берегись. Берегись. Ой, я не хотела. А вот и ваш будущий приз. Шоколадный фонтан. Рисовать нужно будет специальными маркерами. Только чур без рук. Вижу, вы готовы, девочки. Тогда время пошло. Каман! Надо как-то схватить маркер зубами. Ох, непростая задачка. Да, получилось. Я всегда знала, что главное – упорство. Ничего себе. Девчонки уже почти все нарисовали. Надо поторапливаться. У меня рисунок лучше всех выходит. Так-то. Ну, просто копия. А это, оказывается, совсем непросто. Но я очень стараюсь. Ну вот, совсем не выходит. Надо что-то придумать. О, идея. Попробую рисовать вот так. Да, кажется, я нашла выход из этой сложной ситуации. Надо и мне так сделать. Ой, падаю. Моника, ну ты даешь. Ничего смешного я в этом не вижу. Ох, я вам сейчас покажу. Да, придумала. Если взять перышко и пощекотать нос. Пчхи! О, нет. Мой рисунок. А я что, я ничего? Это вообще-то не смешно. Получай. Фу, это же слюни. Какая гадость. Нет, только не это. Она еще и испортила мой шедевр. И ты у меня сейчас тоже получишь. Так-так-так, девочки. Времечка вышло. Показывайте свои работы. Да, конечно. Вот моя работа. Вышло небольшое недоразумение. Нет, у меня просто нет слов. Это ужасно. А это? Это еще хуже. Моника, очевидно, что твой рисунок самый лучший. Поздравляю с победой. Вау! Настоящий шоколадный фонтан. И какой же он вкусный. Ты думаешь о том же, о чем и я? Ага. Мы вообще-то тоже хотим попробовать. И правда нереально вкусно. Как? Закончился? Ну, девочки. О, какой миленький песик. Какашка. Готовы? Тогда приступайте. Время пошло. Да, уж такое рисовать не очень бы хотелось. Ого, как быстро у меня получилось. Ну что ж, приступим. О, идея. Да-да, от моего носочка исходит сильный запашок. Но в этот раз я буду рисовать пальцами ног. Что-то мне нечем дышать. Так, фломастер взяла. Приступаю. А я буду рисовать с помощью локтей. Так гораздо удобнее. Колпачок долой и вперед творить. Ой, мой маркер улетел. Нужно скорее взять другой. Да что ж такое-то. Ну же. Ого, Моника все нарисовала? Девочки, время вышло. Создавайте свои шедевры. Я бы сказал, так себе. Моника, да у тебя прирожденный талант. Шикарно. Ой, где это я? А, рисунок точно. Вот. Очень плохо. И ты получаешь какашку. О, нет. Ну за что мне все это? Как же это мерзко. Ладно. Рискну попробовать. Да это же вкуснятина. Мне даже смотреть омерзительно. Девчонки, это нереально вкусный шоколад. Просто пальчики оближешь. Хотите, я и вас угощу? Моника, на. А ты хочешь попробовать? Ну и ладно, мне же больше достанется. Ну а в этом раунде вы будете рисовать вот эту шикарную рыбу с помощью соусов. Между прочим, соусы очень вкусные. Ну что, девочки, приступайте. Время пошло. Для начала я подготовлю все необходимые цвета. Далой упаковку с желтого соуса, теперь с красного, с зеленого и с белого. Ты что наделала? Можно было поаккуратнее. Прости, я не специально. Надо поскорее стряхнуть с себя этот мусор и приступать к рисованию. Я начну с кетчупа. Вы только посмотрите, какой насыщенный цвет. А какая текстура. Да, то, что нужно. Я думаю, что васаби-соус идеально подойдет для моего рисунка рыбки. Ну что ж, приступим. Ой, что-то маловато тут краски. Придется взять другой цвет. Ну ладно, красный тоже подходит. Добавим деталей. Теперь еще один цвет и еще один. И еще один. Ох, красота. Ну какая замечательная рыбка у меня выходит. А у меня еще совсем ничего нет. Знаю. Чтобы ускорить процесс, я буду рисовать сразу пятью пальцами. А что это так вкусно пахнет? Оп, попробую немножко. Обалденно. А знаете, немножко не выйдет. Это слишком вкусно. О да, мой любимый сырный соус. А вместе с кетчупом еще лучше. Супер. О нет. Ааа. Мой рисунок испорчен. Времечко вышло. Показывайте свои работы. Очень хорошо. Это плохо. Думаю, ты и сама понимаешь. А ты почему ничего не нарисовала? Что ж, тогда получай тухлую рыбу. О нет. Какой же отвратительный запах. Просто мерзость. Ну что, желаем приятного аппетита. А у меня появилась идея. Сейчас как поджарю ее. Ой, кажется, огонь слишком сильный. Надо сделать его поменьше. Ух. Ой. Ну ладно, начинаем подогрев. Готово. Ну что ж, сейчас попробуем. О да, это выглядит как настоящий деликатес. Объеденье. Вы только посмотрите на этого милашку. О, какая прелесть. Итак, пора нарисовать котенка на своем лице. Ты готов? Время пошло. Мурмяу. Я обожаю котят и обязана победить. Итак. Носик уже готов. Теперь добавим кошачьи усики. И не забыть про ушки. Я уверена, что из меня получится отличный котенок. Пять секунд и все готово. Для начала я сделаю стрелки, чтобы мои глаза стали похожи на кошачьи. А затем обязательно прорисую мордочку. Уж в чем-в чем, а в гриме я профессионал. Что? Нет. Ты только посмотри на нее. Ой, ты чего? Ты только посмотри, какой у нее крутой грим. Ну, раз она кошка, напугаем ее водой. Что такое? Ай. Нет, прекрати сейчас же. Мой грим испорчен. Это не честно. Но зато очень весело. О, у меня появилась идея. Лили, честно говоря, у тебя получается так себе. Но если хочешь, я тебе помогу. Так, это сюда, это сюда, пару штрихов и готово. Ну, просто вылитый котенок. Где там мои очки? А, вот. Большое спасибо, Моника. Времечко на исходе. Показывайте свои личики. Мамочки мои, милый котенок, тебе лучше этого не видеть. А что у нас здесь делает пират? Что? Пират? Ну, Моника, тебе очень идет, правда? Моника, у тебя вышло лучше всех. Поздравляю, этот милаха отныне твой. Иди скорее сюда, мой хорошенький. А, а, чик. О, нет, кажется, у меня аллергия. Не переживай, Моника, мы о нем позаботимся.